Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Я говорю, что не буду снимать сейлку особо специально, но просто отвечая на ваши вопросы, я это вынужден делать. Меня задают вопрос о том, почему мы купили эту сейлку, а не омечку. У нас такая сейлка-омечка была, и мы ее отдали. Она простояла у нас без дела, наверное, года 4, а то и 5. И мы ее отдали, в общем-то. Почему, какие причины и какая здесь разница между этими сейлками, между этой и омечкой. Смотрите, у нас была омечка, которая с анкерными сошниками, которая захватом 2,1 метра, и задний каток у нее был чугунный прикатывающий. Фактически она могла ездить только на этом заднем катке. Но это сразу для нас ограничивало ее возможности, потому что мы не могли ее перевести по асфальту на те поля, которые далеко. Это раз. Во-вторых, конечно, конструкция у нее такая хлипкая. Этот бункер болтается на тонких листах металла. Такое, как бы, так себе. Хотя рама и вообще вся, сам конструктив крепкий. Мы пробовали на ней пройти этими анкерами по такому вот, прямо по стерне многолетних трав, которая никак не обрабатывалась. Конечно, она гребет и ничего хорошего не делает. Сеете на анкерах по стерне. Мы тоже не пробовали по стерне пшеницы, ржи, овса и так далее. Мы не пробовали на ней, поэтому я ничего сказать не могу. Я знаю одно, и, в принципе, это действительно подтверждено. Можете найти в интернете информацию, что сеет она неплохо. И для своих грунтов, для своих агрофанов она работает очень хорошо. Вот. Почему мы не купили ее? Да, обошлось бы, наверное, раза два, а то и в три дешевле, чем вот эта сеялка. Во-вторых, во-первых, у нее нет прикатывающих катков. Вот таких вот, как здесь есть на каждый ряд посевного действия. У нее нет таких прикатывающих катков. У нее был общий прикатывающий каток. Я знаю, что есть сейчас разные модификации этих сеялок, и там, может быть, такое уже и есть. Но, как бы, вот такого у них не было. Во-вторых, захват 2,1 метра. Значит, получается, нужно будет работать этой сеялкой на полях через какой-то агрегатор, который их соединяет. Значит, это нужно будет одну сеялку привести в поле, вторую сеялку привести в поле, соединить их и начать работать. В принципе, я даже... Еще у меня есть сомнения, что трактор 1221 такую спарку на анкерах потащит. Вот. Вообще, я говорю, анкерные сошники, мы могли бы выбирать сейлку с анкерными сошниками. Но в случае, если у тебя много соломы, а мы хотим стремиться к этому, к накоплению соломы в верхнем слое земли, для того, чтобы у нас было закрытие от потери влаги и вообще образовывалась микрофлора определенная в верхнем слое, который мы не будем тревожить вспашкой и дисковкой, то анкер может сильно нагребать и фактически не делать ничего хорошего. У колтера вот этого, который здесь есть на этой сейлке, и у дисковых сошников есть шанс прорезать эту солому и проходить ее успешно. У нас, ну как бы сверху. У нас есть опыт, я показывал, как мы сеяли парапсовой соломе на нашей сейлке Туми, у которой дисковые сошники. Абсолютно такие точно, как эти. Вот, такие же дисковые. И она прорезала эту грубую солому от рапса. Поэтому, как справиться с этим сейлка с анкерами-сошниками, я не знаю. Вот. Я знаю, по-моему, уже есть эти сейлки и с дисковыми сошниками. Ну, я говорю, мы просто в это сильно не вникали и не заморачивались. Если, я знаю, но про то, что есть очень положительный опыт использования вот этой сейлки омечка для посева, в том числе и трав. Я это знаю и видел много видео на эту тему. Мало того, мне сейчас из засушливых районов России, вот с Ростовской области, с Астраханской области, звонят фермеры и рассказывают о том, как они работают именно анкерными сейлками по влажной земле весной. Дело в чем? Объясняю. И как они мне объясняли? Значит, смотрите, когда работает дисковая сейлка, даже с режущим колтером впереди и с дисками острыми, то что происходит? В земле нарезается такая бороздочка. Она прорезает землю и делает место, куда падает и удобрение, и семечко. Вот эти колесики предназначены для того, чтобы это семя-ложи, которое так изготовлено было колтером и дисками, закрыть. В какой-то степени они ее закрывают, то есть они сжимают раздвинутые слои земли и соединяют как бы верх этой прорези. Это как бы. Но если после посева идет сразу период засухи, то есть реально идет сплошная сушь, то вот эта борозда, и это мы наблюдали даже на наших полях, вот эта прорезь, которая является во влажной земле, делается вот этой сейлкой, является как бы инициирующим моментом для образования глубоких трещин. Александр, наш подписчик из Ростовской области, говорил, что он в такие трещины засовывал проволоку и замерял ее глубину до 70 сантиметров. Можете себе представить, была трещина. Естественно, в такой трещине, в раскрытом грунте, никакая семянка не прорастет. И в результате у этого Александра были случаи, когда он терял урожай, ну глобально терял урожай и становился перед дилеммой кормления коров. Как бы, это был серьезный момент. Это я говорю о том, как работает дисковая сейлка по такой земле. Так вот, единственным выходом для него явилась анкерная сейлка. Я не помню, какая у него сейлка анкерная, но так вот, анкерной сейлкой, ну по типу омички, он в таких условиях сейл и получал замечательные результаты. И другим людям советовал, которые ему потом были благодарны. Вот, то есть, мы эту сейлку приобрели именно исходя из наших условий, которые заключаются в том, что в принципе у нас есть увлажнение, слава богу. Бывают засухи, конечно, все бывает, но в принципе увлажнение есть. И плюс то, что мы хотим работать по, все-таки, фонам, на которых есть солома, и мы боимся нагребания анкерами. Вот это и обусловило выбор именно этой сейлки. А так вообще, как бы, я считаю, что омичка для бюджетного хозяйства, для небольших хозяйств очень хороший вариант. Хотя я видел видео, где большие хозяйства делают связку из трех, даже четырех омичек, ставят мощный трактор и вполне уверенно сеют и получают хороший результат. Это тоже вариант, и я должен про это сказать. Говорить о личном опыте работы с омичкой я не могу, потому что его у нас, как такового, большого опыта не было. Поэтому не могу я рассказывать о том, что сам не проверил. Но то, что есть очень положительный опыт работы с омичками, я знаю. Особенно с теми какими-то модернизированными вариантами, у которых и увеличенный бункер, и улучшенные, есть колеса для транспортировки, есть прикатывающие вот такие вот колесики сзади и так далее. То есть это вот надо искать именно такие варианты. Их сейчас производят, кстати, разные предприятия, и они на рынке до сих пор пользуются спросом. Потому что очень простая и такая надежная конструкция, которая в принципе намного проще, чем любая дисковая сейлка. Потому что дисковая сейлка имеет очень много подшипников, ступичных узлов. Это дорогое удовольствие работать с такой сейлкой. Но в своих случаях она, конечно, выручает. Идеальный вариант, конечно, иметь несколько сейлок, в том числе и дисковую, в том числе и анкерную. И вот ими работать в разных ситуациях, когда у вас разные ситуации по увлажнению, разные ситуации по прогнозным вопросам, по дождям. Вот такое мое мнение относительно сравнения этой сейлки с сейлками типа Омечка. Они как называются? Ну, там, СПН, по-моему, 2.1 или как-то так. Ну, все понимают, о чем мы говорим, поэтому нет смысла мне точное название называть. Потому что еще и производители разные называют их немножко по-разному. Ну, все. Всего вам доброго. На эту тему я сказал все, что знаю. Поэтому спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас в Телеграме. Тоже подписывайтесь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok